всем привет вы на канале вышивка плюс сегодня хочу вам показать свой законченный наборчик это кактус вот такой набор от фирмы жар птица ну и по студия всем известно вот такая получилась красота я уже вышивала кактус из этой серии у меня на канале есть пока еще мои кактусы не оформлены потому что зрители просили на видео показать как я оформляю кактусы как я их вырезаю как сшиваю и вообще просили показать подробности как я эти наборчики вышиваю но из-за того что у нас была свадьба . замуж выходила мне некогда было снять видео поэтому я эти кактусы держу не оформлены но в ближайшее время все равно я их оформлю и покажу вам как я это делаю очень красивые кактусы мне они так нравятся правда вот здесь вот я сделала ошибку но я ее уже исправила об этом расскажу поподробнее видео а также расскажу какие иглы я использую ну в общем все что касается пластиковой канвы будет в отдельном видео в этом видео я хочу показать свои процессы ну а также свои покупки а пришли мне на этой неделе ножнички с алиэкспресс это вот такие вот ножницы эйфелева башня 1 это побольше 11 сантиметров они вот такие бензиновые и вот такие вот ножнички они бронза как-то золото с бронзой и серебром ну не знаю точно даже не могу сказать что это за цвет но ножнички очень красивые эти 9 сантиметров а эти 11 я вам оставлю ссылочки под видео на эти ножнички единственный минус они очень жесткие как-то до этого приходили мне ножнички с алиэкспресс они были мягкие а эти жесткие но может быть они разработаются в дальнейшем но первый раз у меня такие жесткие заказывала в разных местах но и те и те ножницы жесткие может быть из-за того что у них вот это покрытие блестящее но я думаю они со временем разработаются но пока как-то ими не очень комфортно работать у меня есть вот такие ножнички которыми я пользуюсь уже больше года тоже с алиэкспресс они обалденные они такие мягкие очень острые я в восторге вот от этих ножничек но не знаю лучше бы наверное еще вот такие заказала серебряные кстати мне еще какие-то ножнички должны прийти давно заказывала сейчас уже не помню какие придут но эти для коллекции для красоты конечно же они классные но не знаю буду ли я ими пользоваться вот они видите очень жесткие так что еще пришлось алиэкспресс это вот такие липкие коврики белый коврик и черный коврик коврики очень тонкие это не такие коврики как продаются у нас по моему фикс прайсе были коврики там они такие толстенькие эти коврики очень тонкие но в принципе они же не вечные я думаю в принципе может и нормально будет и еще пришел с алиэкспресс вот такой клей но я на все эти товары ссылку оставлю может вам что-то пригодится а вот этот клей знаете он для чего этот клей для алмазной мозаики у меня лежит начатая алмазная мозаика алина начала выкладывать и там уже клеевой слой начал подсыхать некоторые стразики отвалились я начала приклеивать но они не держатся и вот такой клей он как раз для страз я думаю может быть когда-нибудь я закончу этот набор который алина начинала сейчас пока не могу точно сказать буду я заканчивать или нет но клей на всякий случай я купил он там был по акции дешево и в общем я взяла ну вот такие вот были на этой неделе покупочки и вот такой вот у меня был а завершенный проектик но вышивала то я не долго потому что свадьба приготовление вот после свадьбы немножко я отдыхала между юбилеями еще 12 августа илье 30 лет потом в октябре мне 50 в общем этот год у нас насыщенный на праздники ну и как-то между праздниками не удается очень много повышевать но все-таки у меня много законченных проектов вот таких вот маленьких они у меня внеплановые почему я вышиваю эти маленькие сюжеты потому что сейчас летом когда мы постоянно в разъездах либо на каких-то праздников я не могу вышивать большие процессы есть у меня большие начатые процессы там тоже уже небольшие продвижения но это я вам покажу завтра но в этом же видео вы увидите еще один процесс который я буду вышивать вот такой процесс я еще вышиваю в перемешку с маленькими процессами это наборчик от dimension с павлины как видите я уже вышила практически всю ветку на которой сидит павлин ну и остался мне сам павлин который вышивается гораздо легче чем вот эта ветка мне почему-то было сложнее и вышивать не знаю почему но вот здесь вот у меня павлин тоже уже вышит но в принципе неплохо тоже продвигается хотя мне хочется продолжать вышивать на пластиковой конве поначалу мне было сложно вышивать на пластиковой конве у меня болели пальцы но потом я приспособилась подобрала нужную иголочку привыкла к схеме и сейчас мне уже не сложно хочется продолжать вышивать на пластиковой конве девочки спрашивали когда я буду собирать вот эту брошку которую я заказывала в магазине мир вышивки бабочка сапфир девчонки нужно мне выходные спокойны для того чтобы разобраться в новом процессе я честно скажу я боюсь приступать к новым процессом пока у меня голова занята какими-то другими делами поэтому но я боюсь ее испортить поэтому ближайшее время а не планирую ее начинать в общем что я хочу на вам сказать вот я повышевала до небольшой отчет вы видите есть у меня еще один процессик но я не буду его в этом видео показывает там я сделала буквально несколько крестиков сейчас покажу что я еще хочу начать вот видите снимаю видео на скорую руку забыл еще показать вот такие вот ножнички эти ножнички они золото с розовым то есть не просто желтое золото оно какое-то розовое очень красивые ножнички я сейчас посмотрю какого они качества я сейчас открою и покажу вам эти ножнички лучшего качества они острые они очень хорошо режут но мне они понравились гораздо больше чем эйфелева башня смотрите какие они аккуратненькие маленькие 9 сантиметров можно носить с собой в косметичке цапельки они не такие острые а вот эти ножнички острее ричард перестань косточку грызть как я начинаю видео снимать всегда он ложится рядом и грызет но в общем цвет очень красивый они разного есть цвета но у меня есть ножнички золотые поэтому я решила вот такие заказать розовые очень очень вот эти красивые ножницы так вот такой процессик я хотела бы начать да у меня на очереди матрешка а помните мы с вами в трансляции голосовали что мне начать кактусики или матрешку но кактусы я уже вышила и маленькие магнитики вышила и побольше кактусы вышила новинки от мп-студии и нужно продолжать вот эту матрешку но все таки я вперед хочу начать прям сегодня же начну вот эти магнитики тоже от жар птицы вышивка на пластиковой конве ну в общем все стандартно это куколки обереги все вот я точно сейчас не могу сказать как каждая из них называется здесь есть желаница богатушка но в общем каждый эта куколка вышивается на желание поподробнее я вам расскажу когда буду их вышивать информацию поищу точную как называется куколка может быть есть инструкции там написано кстати хорошо бы если в инструкции было бы написано ну чтобы немножечко мы знали наши традиции хотя я не очень увлекаюсь этим честно скажу я не изучаю но просто сами по себе куколки понравились марина вышивала а вот эти куколки зрительница моя марина завалка с которой мы дружим и она скидывала мне фотки они просто обалденные это такие красивые куколки и у меня есть такой наборчик я в магазине радуга вышивки со скидка его покупала и под впечатлением я решила его сразу начать но поскольку сейчас все снимают видео о том что они хотели бы вышить в ближайшее время я здесь тоже вот несколько наборчиков положила много не буду показывать все свои запасы но поскольку у нас уж речь зашла о брошки вот об этой брошки сапфир посмотрите какие еще у меня есть броши вот такая есть у меня брошка от abris art а вот такая есть от vdv две брошки здесь и вот это маленький магнитик на очень мелко вышивается но тоже хочу я в ближайшее время вышить в общем вот такие небольшие наборчики но очень красивые интересные я приготовила на ближайшее время то есть как только я закончу все свои дела и усядусь за вышивку я буду вышивать вот эти наборы ну и также мне нужно продолжить вышивать роза обаяние авторская схема екатерины волковой уже осталось буквально чуть-чуть хотя это кажется что чуть-чуть на самом деле а вот здесь листьев очень много вышивается не так быстро и еще здесь есть бэкстич ну я не скажу что его очень много но он есть но в общем эту розочку нужно завершить поскольку здесь осталось чуть-чуть и осенью я планирую еще несколько начать авторских схем раньше времени тоже говорить не буду я еще точно не уверена какие именно начну нужно завершить то что есть в общем ближайших планах у меня роза и павлин хотя я могу чередовать наборы если мне это надоест я могу в любой момент сменить эти наборчики и вышивать что-то другое спрашивают буду ли я продолжать вышивать кружевной букет от нитокс да буду вышивать мне скинули в личку фотографии девчонки очень красиво получается поэтому заканчивать все равно я его буду ну в общем вот такие были мои продвижения и планы на ближайшее время большое спасибо вам за просмотр всем желаю удачи с вами была инесса пока пока не забудьте про лайки если вы не подписаны на канал то подписывайтесь